В чемпионате ЦФО участвуют шесть городов – Брянск, Тверь, Курск, Рязань, Липецк и Десногорск. Первенство проходит с разъездом – две игры дома, две на выезде. До декабря пройдет два круга соревнований, а третий состоится в начале 2020 года. В минувшие выходные в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна команда Центра спортивной подготовки «Динамо» «Росэнерго» от МСС приняла соперников из баскетбольного клуба «Брянск». Схватка этих команд выдалась довольно напряженной. Несмотря на молодой состав нашей команды, игроки уверенно шли к победе и ничем не уступали опытному сопернику. В этом им помогали не только боевой настрой и наставление тренера, но и поддержка болельщиков. Тем не менее, с небольшим отрывом в первой встрече команда представителей «Брянщины» удержала преимущество и добилась победы со счетом 77-60. Соперник очень серьезный. В прошлом году он занял первое место в подгруппе, а на финальном этапе они стали бронзовыми призерами, совсем немного уступив в полуфинале. Поэтому команда соперников сегодня фаворит. У нас молодая команда, ничего, боремся, цепляемся, вчера неплохо сыграли. С самого начала второго матча хозяева поля начали активную техничную борьбу за мяч, но после первого тайма команда соперников начала активно наращивать свои преимущества и осталась в фаворитах. Матч закончился со счетом 104-54. Обе игры для подопечного брянского тренера Сергея Сивалоба совершились победой. Следующая встреча команды из Десногорска гостевая и состоится в ближайшие выходные. Соперником будет баскетбольный клуб «Тверь». После такой захватывающей игры хочется непременно взять в руки мяч и попробовать себя в этом виде спорта. Денис Киршков, Александр Ерофеев, Владислав Волоскин, Десна ТВ.